Сегодня поговорим про магию. Немножко неожиданно, да? Вроде как, ну, должны про код, про технические вещи. Что за магия? Ну, давайте посмотрим. Артур Кларк, знаете, наверное, такого человека, фантаст? Да. Он еще в 60-х сказал, любая достаточно развитая технология не отличима от магии. Мне кажется, мы сейчас работаем с достаточно развитыми технологиями. Кто фигачит микросервисы на спринт-буте? А ну-ка. Оп. Почти все. Так. Я буду много задавать вопросов. Мы немножко разомнемся. Сейчас, да, после обеда надо растрястись. Кто использует религиозные базы, хибернейт? Так, нас много. Ага, по-прежнему. Ну, и, собственно, давайте какой-нибудь вопрос такой проверочный. Кто знает, как поймать момент, когда у нас коммитится транзакция в коде? Ну, так, пару человек. Я, в общем, с десяток вопросов заготовил, чтобы нам немножко, немножко, немножко так… Пока можно с этих, да. Рассказывай, скрывайся. Итак, то есть мы пользуемся технологией, да, мы ее используем каждый день. Мы каждый день пишем код, мы каждый день это деплоим на продакшн, отдаем нашим пользователям, мы не знаем, как это работает. По большей части это магия, оно происходит как-то. И мы очень сложно продвигаемся в той части понимания, глубины и так далее. Но сходили в душ, озарение, мы куда-то пошли в другую сторону и забыли, что происходило. Да, и что если, во-первых, можно фиксировать где-то эти знания, можно их удобно друг другу передавать, можно не писать скучный код, а всегда писать интересный, да, не повторять себя. Может быть, повторное использование кода работает. Есть такие варианты или нет? Не знаю. Но если мы говорим про то, чем мы занимаемся, да, и мы себе представим две шкалы – полезность и сложность. И у нас сразу сложность уйдет высоко вверх. Мы берем одну технологию, она достаточно сложная, мы берем другую технологию, мы еще добавляем сложности, полезность растет тяжело, сложность растет очень быстро. Есть еще одна цитата. Человечество и конкретные разработчики потерпели сокрушительное поражение в борьбе со сложностью компьютерных систем. Мы больше не эксперты во многих вещах, которыми занимаемся, которыми пользуемся. Надо работать со сложностью, надо что-то делать. Ну, наверное, наверное, будет круто, если мы возьмем и не будем там пользоваться сложными вещами, которые нам навязали, а сами сделаем. Что мы, Диа, не можем сделать? Dependency injection. Кто может за пару часов наколбасить? Ну, почти любой, да? Ну, то есть вообще не сложно. У нас даже вот доклад был на последнем G-Point, почти все получилось. Но, но, сколько будет пользователей у этой штуки, у этой технологии через какое-то время небольшое? В общем, почти наверняка ноль. Даже вы сами не сможете этим пользоваться. Знаете почему? Потому что на Stack Overflow ноль ответов на эту тему. В Гугле этого нет. То, что я сделал, я забыл и потерял. Ну, почти наверняка. То есть, грубо говоря, то, чем мы занимаемся, если мы начинаем делать что-то свое, там, доморощенное такое, да, вот, классное и так далее, всевозможное фреймворкостроение, надо подумать, а вот насколько мы готовы вложиться, чтобы сделать это common knowledge, вот, и есть примеры, да. Кто слышал про Quarkus, Micronaut, всякие убийцы Spring, да, вот, штуки есть, наверное, меньше еще людей это использовали в Prode, ну, как-то не дошли еще руки, да, хотя Quarkus делает Red Hat, Oracle делает новую большую технологию, да, новый Java E появляется. То есть, есть альтернативы, а вроде как их нет. Везде Spring. Ну, то есть, каждый кандидат приходит, у него Spring, у нас Spring, Java E пропал у всех заказчиков. Мы занимаемся заказной разработкой, поэтому я просто, ну, много этого вижу, наблюдаю, знаю. Отбросили вариант, напишем свое, классное, доморощенное, ну, как непродуктивное, нам, может быть, не хватит на это силы жизни, да, там, в среднем. Подумаем, что мы можем сделать как разработчики, как мы можем, собственно говоря, теми средствами, которыми мы умеем, мы умеем писать код, мы хотим, собственно, фиксировать наши знания. Ну, что, документация, как код, знаете, можно делать, да, аскидок, все такое. Про TDD говорили, вообще моя любимая тема, очень люблю. На самом деле, вот среди практик TDD, это набор инженерных практик, да, чтобы мы понимали, TDD одна из них, и там есть всякие возможности, есть тест для изучения, такой паттерн, вот. Или тест объяснения, не понимаешь, как работает код, напиши тест, зафиксируй это в виде теста, это принесет тебе пользу, это то самое повторное использование, запустил тест, увидел, узнал, как это работает. Написал тест на контракт, который ты ожидаешь от внешней библиотеки, спасет кучу времени, когда они ее заапдейтят и починят там свою багу, на которую ты рассчитывал. И вот здесь TDD спасает жизни, на самом деле это, ну, важная штука, не стоит ей пренебрегать. Но, как правильно заметили, это инвестиции, коды написали больше, и у нас еще больше стало того, куда нужно посмотреть. То есть документацию спринга посмотри и на то, как мы его используем посмотри. Значит, мы все бины инжектим через конструктор, у нас там написано, да? Вот, делай хорошо. Там, кто знает, почему через конструктор? Есть люди. То есть это еще и может быть и необъяснимо, да? То есть тебе нужно прочитать, согласиться с этим. Документация как код, может, работает, может, нет. Классно было бы действовать таким образом, чтобы эти знания проникали к разработчику неинвазивно. Он делает свой повседневный труд, он пишет код, а получает еще больше кода каким-то образом. В Java есть такая штука, как, например, annotation processing. Знаете, может быть. Соответственно, так работает query DSL, так работает butter knife, так работает еще ряд фреймворков, которые позволяют вам автоматически генерить, например, большое количество boilerplate кода для маппингов между сущностями или еще каких-то вещей. Да, там, для того, чтобы строить запросы легко. Можем написать свой собственный annotation процессор, расплюнуть, там вообще ничего такого сложного. Но есть ограничения. Технология, она, ну, может быть, не очень там под это ориентирована. Может быть, нам нужно взять и посмотреть на какую-то историю, которая сразу встроена в средства разработки. На рубеже восьмой Java появилось много лучших версий Java. Вот, Groovy, Ceylon, может быть, кто слышал такие языки Kotlin. Котлин? Кто знает, кто слышал? Котлин. Вот. Groovy, Kotlin имеют соответствующие расширения. В Groovy есть IST трансформации, в Kotlin есть плагины компилятора. И мы можем писать эти штуки. Это достаточно умный, интересный код, в котором мы выражаем то, как мы решили, как будем связывать куски какого-то кода. А что за куски? Ну, то есть есть неотъемлемые вещи. То есть мы должны описать модель, мы должны описать бизнес-логику. Болерплей, пусть у нас как-то возникает вокруг, мы не будем каждый раз писать там репозиторий, extend, крат-репозиторий и там вот это вот все. Зачем? Ну, то есть известно, что туда нужно подставить тип сущности и тип идентификатора, да? И так это будет работать. Что еще у нас в арсенале? Плагины для системы сборки. Не так сложно освоить и писать. Еще какие-нибудь варианты? Если у вас есть какие-то варианты, я с удовольствием их обсудил бы, послушал, мне интересно. Что используем мы? Мы используем все эти вещи в комплексе. Мы имеем свой собственный DSL для описания моделей. Мы по нему генерируем большую часть кода. Мы имеем там точки расширения. Мы имеем плагины для систем сборок и так далее. Важная часть, о которой нельзя забывать, это поддержка средств разработки. И что у нас? У нас плагины для IDE. Вот плагины для IDE – это боль. Потому что IntelliJ IDE как бы не ломает обратную совместимость, но мой плагин ломается всегда с каждой новой версией. Если вы можете себе позволить писать плагин, это вообще круто. Это возможность, соответственно, поддержать разработчика. Для него это появляется нативно, для него это появляется в виде инспекции и каких-то других штук. Если вы пишете GPA сущности, то есть классы, которые проаннотированы аннотацией GPA, для тех, кто пишет на Python, извините, у меня сейчас рекомендаций нет, но вот есть, например, плагинчик GPA-Buddy. Не нужно больше помнить все аннотации, которые вообще существуют в GPA, и как их правильно друг с другом соединять. И то, что нельзя ставить аннотацию колонн вместе с one-to-many. Хибернейт вам это сообщит только в рантайме. Но это в компайл-тайме знает плагин для IDE. Это знает плагин для Mavin во время сборки, который можно в нем описать вот эти все ограничения. Эти знания, которые где-то там лежат в документации, ты их нашел, ты понял, как это правильно делать, ты это зафиксировал в виде кода, и ты имеешь классный результат на выходе. К чему я призываю? Я призываю писать больше интересного кода, меньше писать скучного кода. Чем меньше написано кода, тем меньше вы сделали багов. Это, по-моему, очевидно. Технологии идеальны, люди нет. Мы заканчиваем наш разговор про магию. Спасибо. Спасибо, Андрей. Субтитры создавал DimaTorzok